Здравствуйте, друзья! С вами Николай Ковылов, и вы смотрите Испытатели природы. Это видео про исследование буквально у нас под ногами. Сейчас у нас под ногами прелая, нет, еще не прелая, но такая уже совсем осенняя, почти ноябрьская листва. И перед нами елово-лиственный, но в основном еловый лес, в который мы сейчас отправимся и исследовать сегодня будем его. А все, с чем мы будем сталкиваться, интересно, я буду фиксировать на видеокамеру и по мере своих знаний буду рассказывать, что это такое. Обычно я останавливаюсь у этого леса не здесь, а чуть дальше, но сегодня решил машину бросить тут, неподалеку, потому что совсем дорогу развезло, а это 20-летняя, хотел сказать, японская бабушка, но это скорее японский дедушка, японский ковчег, он дальше в лес просто не проедет. И пойдем ногами, причем сегодня я экипирован, ну просто замечательно, у меня какие-то совершенно такие супер походные ботинки, в лесу лес такого не прощает. Посмотрим, простит ли он меня сегодня или нет. И вот смотрите, первая находка на краю леса, замечательное дерево, уже частично без коры, в этом лесу так выглядят осины. Я сейчас не вижу пока, что это такое, но зато вижу такие замечательные наросты на ее коре. Давайте подойдем поближе. Когда видишь такие грибы, хочется сказать, что это опята. Я небольшой знаток грибов, но вот судя по тому, где и как они растут, мне кажется, очень-очень-очень на них похоже. Что сейчас сделаем? Посмотрите, во-первых, откуда они растут. Тут видна такая замечательная трещина сейчас. Вот. И они из нее, из этой трещины просто лезут. Желающие могут подсчитать, сколько их тут. Вот я сейчас замру ненадолго, очень много, такая целая семейка. И, смотрите, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше эти опята лезут. Что я хочу сейчас сделать? Я хочу аккуратно отделить кору и посмотреть, а что в этой трещине, что, собственно, под корой. Давайте. И, причем, желательно, опят не повреждая. Ну вот, отодрал я кору, и видны совсем крошечные, крошечные грибы. Их, да, их действительно много. Скоро они станут взрослыми. Вообще говоря, интересный вопрос, а что это? Что это вообще такое? То, что мы обычно называем грибами, состоит из ножки и шляпки. Но главная часть гриба, она где-то там внутри, в древесине существует. И это действительно осина, и ей уже очень плохо, у нее, смотрите, никаких там веток нет, просто такой гиблый ствол. Ну так вот, главная часть любого грибочка находится в глубине того места, где он растет, и выглядит как тонкие переплетающиеся нити. Называется это все грибницы или гифы. И, собственно, вот это, то, что мы называем грибами, появляется, когда грибам нужно распространиться. По сути дела, это распылители, хочется сказать, грибных семян, но на самом-то деле спор. Это крошечные шарики, которые разлетаются по округе, во все стороны. Что с любыми грибами и с такими можно делать? Ну, есть их, понятное дело, нельзя, не знаю, что это такое. Но можно взять для коллекции какой-нибудь взрослый гриб, сейчас один оторвем, взять его шляпку и положить на лист бумаги, вот такой гриб, положить на лист бумаги, собственно, вот этим узором под шляпкой вниз. И оставить на некоторое время. И, собственно, через некоторое время споры созреют, вывалятся из шляпки, окажутся на бумаге. Их тогда можно будет рассмотреть, зарисовать, сохранить и так далее. А сами грибы в коллекцию не идут, потому что они очень быстро высыхают, сморщиваются и портятся. Может быть, сегодня такие грибы еще найдем. Ну и вот она еще одна обычная такая лесная находка, грибная. Часто ребята находят эти штуки в лесу и спрашивают, что это. Вообще-то похоже на такое копыто, смотрите. Это довольно крепкая штука, которая приросла к коре. И в отличие от предыдущих грибов, вот это плодовое тело, а гриб называется трутовик, будет жить довольно долго. И если все с ним будет хорошо, будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. В этом лесу мы находили грибы, на которых можно, вообще говоря, сидеть, стоять и которые выдерживали мой вес. Кстати, на этом пне можно еще видеть грибы, которые, точнее, плодовые тела, да, грибов, которые разбросали свои споры. И вот, собственно, что от них осталось. Вот это все погибнет, но главная часть грибочка, напоминаю вам, она внутри. И это дерево атаковалось дятлом, видите, какой след оставил. По глубине и по размеру, у тебя огромная дырка. Это, скорее всего, черный дятел, самый большой в здешних местах. Здорово было бы услышать его крик, пронзающий душу. Ну, не знаю, повезет или нет. А вообще, пни обожаю. Тут, кроме грибов, еще куча всего интересного бывает. Но за такое короткое видео обо всем рассказать не успеешь. Отошел я, отошел я от предыдущего пня буквально на 2 метра. И, ну, не могу не остановиться. Смотрите, у нас такая сейчас мокрая осень. И, по сути, грибное очень время. Я увидел у основания давно срубленного пня. Срубленного, потому что, видите, кромка такая ровная. То есть, явно пилили. Бывает, еще деревья падают. Ну, так вот, какую-то такую сеточку из черных щупалец. Да? Сейчас я постараюсь ее... Вот она. Вот. Вот такая ситуация. То есть, поближе сейчас. Вот так она выглядит. То есть, весь пень в основании покрыт какими-то щупальцами. На ощупь они похожи на проволоку. Вот еще, посмотрите. Что это такое? Это тоже гриб. Помните, я говорил про сеточку, которая может внутри дерева сидеть? Здесь эта сеточка видна невооруженным глазом. Она распространялась под корой. Между корой и древесиной кора легко у дерева снимается, и снова гриб какой-то, видите, сумасшедший такой, на плесень похож. И здесь видно, что под корой все-все-все покрыто вот этими черными штуковинами. Называются они резоморфы. И вообще, насколько я помню, резоморфы обычно для опят. Похожие грибы мы с вами сегодня видели. Смотрите, вообще, вот. Вот это все, вот это все гриб. Нет, того, чего я ожидал, не случилось. Я ожидал включения лесной сигнализации. Зато прямо у дороги стоит такое прекрасное дерево, которое просто вот-вот, вот-вот рухнет. Часто в лесу такое увидишь. Давайте подойдем поближе. Это, как видно, по куче-куче этих небольших веточек, начинающихся прямо практически от земли. Это елка. Елка, на которой растет шикарный трутовик. Обойдем ее. Вот. Вот такая елочка, ребята. То есть сломлена, но не упала. Дубовый лист здесь лежит. Все красиво. Даже трогать ее не хочу. Мало ли что. Упала на еще живые елки. Ну и пока держится. Новая... О! Новая тропинка. Вообще не понимаю, куда иду. Тропинка, рядом с которой куча уже мертвых елок. В лесу такое бывает. Идешь, идешь, и тут раз, пятно. И деревья мертвые. То есть очень четко видно. Смотрите, с корой живые. И там сразу раз, два, без коры. Три, четыре. Вот играю немножко фокусом. И действительно, обычно такое... Не то, что обычно. Очень часто это все пятнами. Пятнами стоят такие мертвые деревья. Еще поговорим, почему это вдруг так. Ну пойдемте, вообще мрачнее тут все. На этой тропинке я впервые. Изучим, куда она нас приведет. Вообще, друзья, в лесу и ухо, и глаз, и вообще все, сознание, все нужно держать открытым и в остро, как говорится. Идешь, 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 идешь такой по дороге. И тут раз, можно пропустить. Можно пропустить. А можно и не пропустить. Видите, вот это обычная часть дороги сейчас. В таком осеннем лесу. Немножко зеленой травы какой-то. И много-много опавших таких коричневых, уже коричневых, уже не желтых листьев. И тут раз, чистая земля. Посмотрите-ка. Откуда взялась? С неба могла свалиться? Нет. Может быть, принес и выбросил кто-то. Да ладно, нехоженная тропинка. А значит, появилась здесь изнутри. Это кротовье дела. И замечательно, на такой земле обычно видно, что почва у нас глинистая. Кстати, вот я сюда пришел, и включается сигнализация лесная. Давайте подкрадемся к ним поближе. Вывела меня тропинка к проторенному пути. Видите, куда-то вниз туда дорога манит и ведет. И куда-то вверх тоже, но там уже, по-моему, ближе к домам. А треск непонятный. Раздавался оттуда, из чащи. Ну, значит, пойдемте в чащу. Снова осина. С такими замечательными грибочками. Красота. И здесь. Слегко себе представить, ребята, как под корой или в глубине этого дерева тянутся тонкие нити вот отсюда и дальше, и дальше, и дальше. И везде по этой длине, и везде по этой длине здесь вырастают грибы. Ох, сейчас бы гоу-прошечку, да, чтобы снимать все подряд, потому что есть на что обратить ваше внимание. В лесу такое всегда есть. Вот, например, шикарная елка. Видите, я говорю, мы видели, что осины тут страдают. Ну, видели и елок таких непростых. И здесь что занятного? Я сейчас приближусь. Посмотрите, такие следы, видите? Такие какие-то зазубрены. Зазубрены. Это следы от ударов, которые наносились сбоку. То есть кору с этого дерева наглым образом сбивали, чтобы добраться до чего-то вкусного, съедобного. Я думаю, если разгрести под этим деревом листья, а мы сейчас это попробуем сделать, то уже ничего не увидишь, да, под слоем, под слоем листового опада, то, что называется лесная подстилка. Но вот кое-что я все-таки нашел. Вот это, ребята, вот, вот они здесь лежат. Это кусочки еловой коры. Следы работы, опять же, дятла и, скорее всего, опять же, черного, судя вот по этим следам. То есть, смотрите, дятел сбивал вначале кору, а потом начинал углубляться в дерево, вот, да, разрушая ходы насекомых, которые там в дереве были. Залез я, конечно, смотрите, сейчас просто такой круговой обзор. Редкостная чаща. То есть, вот впереди вообще непонятно, пройду я там или нет. Попробуем. Ну что, так не удалось мне добраться до трещащих птиц, значит, будем пытаться делать это в следующий раз. Зато, найдя выход, наконец, из этого леса, из этой дремучести, я нашел и первый снег. Смотрите, здесь на сложенных бревнах сегодняшний, первый в этом году у нас снег. И даже еще не ноябрьский, а октябрьский. Вот такая красота. Думаю, на этом мы можем закончить наше путешествие, потому что я сейчас сам из леса побегу, прыгну в машину и отправлюсь домой. Субтитры создавал DimaTorzok